Цель была найти какие-то инструменты для управления своей жизнью, эмоциями и в целом понимать, что я хочу ставить цели. И те инструменты, которые были даны, просто спасибо огромное, гигантское на всех языках мира, потому что это та конкретика, без воды, без рассусоливаний про любовь, принятие, благодарность. То есть все это тоже было, но с конкретными инструментами это абсолютно по-другому воспринимается, не как вот какие-то бесконечные вебинары, марафоны, которые дают много информации, но до дела не доходит, как обычно. А здесь вот такая выжимка, запрограммированная в систему, которая показывает результат, вот даже маленький, да, и все эти вещи, которые вы, Андрей и Сленой, говорили про то, что должны быть маленькие результаты, маленькие шаги, и вот эта кайдзе, это прям шикарная история для того, чтобы начать действительно управлять своей жизнью. И я в последнее время сравниваю все чаще КМБ с превентивной медициной, то есть чтобы вот, как Лена говорила, не доходить вот до этой чаши терпения, когда уже нужно разбирать невероятные вещи, копаться во всем, в чем только можно в каждой сфере жизни. Вот раньше мне казалось, превентивная медицина – это в целом такая сложная штука, нужно постоянно анализы какие-то сдавать, следить там за питанием, то, сё и так далее. Но по сути все сводится действительно к ежедневным привычкам, которые, если встраивать постепенно, это не так уж сложно. Та же чистка зубов, которая у всех есть, это же по сути тоже превентивная медицина, чтобы потом не разбираться с гниющими зубами, кариесом и так далее. И вот для меня КМБ в плане именно психологии, строения своего мозга, своих эмоций – это как вот такая превентивная, опять же, повторюсь, медицина только для ума, для духа, для того, чтобы четко построить свою жизнь так, чтобы долгосрочный результат в перспективе был шикарным, несмотря на то, что в процессе, ну, как бы, я думаю, что тут все согласятся, у всех за эти два месяца были вот эти падения, слезы, всех ненавижу, вообще, что за жизнь такая. И то, что сейчас там, я смотрю, такая хорошая чистка ума и тела, чтобы потом получить классный результат. И хочу прям отдельное спасибо сказать куратору, я не вижу, она подключилась сегодня, Аня или нет, но если что, в записи посмотрит. Анин подход индивидуальный ко мне, вот умение немножко где-то выйти из системы, из графика, там что-то по-другому построить и поддержать в моменты, когда там руки опускались. Вот это отношение не просто как к мини-проекту, да, к ученику, который она должна отвезти от точки А до точки Б, чтобы сдала экзамен, там поставить галочку, все, дальше поехали. Я чувствовала абсолютно другое отношение во всех моментах, и за это безумно благодарна. То же самое Райхон, дорогая моя, где ты, вот твой маленький уголочек. Это тоже волею судеб мне попался такой шикарный партнер, которая нужна была мне за эти два месяца. Я помню, вначале я смотрела на нее, на отношения с мужем, думаю, господи, о чем она еще вообще думает? Просто бежать надо от такого, но это же чисто и вообще, ну, это ужасное отношение, и как она это все терпит, просто собирай детей и беги. И благодаря тому, как я видела, как Райхона работает и как она достигает каких-то результатов, я вообще по-другому посмотрела на отношения, на отношения в целом, на отношения мужчины и женщины. И сначала там какие-то вещи, которые Райхон рассказывала, мне казалось, в общем, у меня глаза на лоб лезли, как можно с таким жить. Но при этом я ее все время видела улыбающуюся, такую лосняющуюся, довольную. Потом там какая-то встреча, он говорит, все достало, у меня депрессия. Потом снова, говорит, я там сделала такую штуку, и вот мне муж там сделал то-то, чего никогда не делал вообще. И я смотрю, думаю, как круто, что можно вот так воочию с конкретным человеком увидеть, как можно отношения, которые общественно неприемлемые. То есть все подружки, я думаю, там, друзья, родственники скажут, о, вообще, какой кошмар, какой ужас. Переломить все абсолютно по-другому, при том, что муж Райхона не работает с собой, да, он еще, ну, но вот эти 50% ответственности, которые она взяла на себя, уже дают такой классный результат. Я еще на этапе становления только своих отношений, да, с молодым человеком, мы только начинаем этот путь. Я благодаря вот этому уже сделала для себя столько выводов, что вообще никакая ссора, никакое там, даже плохие слова в адрес друг друга, они не завершают, не ставят какую-то точку. Все можно изменить, исправить, возродить и вырастить вот своими руками. И чуть-чуть хотела похвастаться на хорошей ноте, закончить, поделиться. У меня на первой самой РСЖ, которая еще была до начала нашей программы, так совпало, не помню в какую дату, ну, вот в самом-самом начале. Одна из основных целей на 2-3 месяца у меня была, это переезд к молодому человеку, не знаю, Андрей, помните, не помните, но там в квартиру с видом на парк мне обязательно нужно было, потому что я такой человек с природой связанный. И вот вчера молодой человек снял квартиру в Москве, в лесопарке фактически, то есть в шикарном месте, где я и мечтала, как я и хотела. И сегодня вот я еду уже туда, в новое место, в новую квартиру в Москву, окончательно переезжая там 30 мая. Я уже с куратором успела поделиться вчера на родностях. Ну, все сложилось вот как по смартфото, как я себе представляла. Вот так и вышла, и квартира, и состояние молодого человека, мое состояние, это на 80% благодаря КМБ, благодаря там сценариям, которые прорабатывались, потому что еще 2 месяца назад, но я была абсолютно в другом. Вот это мне все должны, а я ничего не хочу, и вообще не знаю, что хочу, но так, чтобы все красиво получилось. Вот в таком девчачьем, немножко неадекватном слегка состоянии было. И благодаря ключам, благодаря пониманию, вот что я конкретно хочу, этим доверительным разговорам, которые после каждой там лампочки, ключа вылезали, вот состоятся доверительные разговоры. Думаю, ну сколько уже можно этих доверительных разговоров? А это же работает, но это действительно так. Второй там момент у меня был в отношениях с семьей, это вообще полная распаковка отношений с родителями. Это неожиданный для меня поворот, потому что я думала, там распаковывать нечего. А ого-го, как есть, что я оттуда тоже много повылезала. И там с мамой это через тернии к звездам мы еще в процессе. Но тоже небольшие результаты есть, которые меня очень радуют. И понимая, что путь только начинается, то есть нет абсолютной иллюзии, что вот два месяца, ах, какая я молодец, все можно завязывать. Абсолютно нет. Но вот эти маленькие шаги, они действительно вдохновляют. И с папой стало намного больше общаться, созваниваться. И вот это вот переломило это ощущение благодаря тому технике самурая медитации, поддержке в чате, то, что писали, и истории там, и Никиты, и Натальи, связанных со здоровьем своим, там, ситуациями с родителями. Все это очень помогло вообще по-другому посмотреть на мир. Ни одна подружка, ни один тренинг, пост, психологическая книжка, ну, не дадут такого результата, как вот здесь и сейчас на практике с живыми людьми, которые все это прошли сами. Я являюсь руководителем большого отделения достаточно банка в Сочи. У меня команда из 50 человек, которую я сама создала с нуля, сама запускала этот проект. И я как-то это абсолютно не ценила. Я даже поняла, что я нигде об этом не говорю при знакомстве с людьми. То есть, ну, это все для меня там мелочи жизни. Тоже благодаря ключам в работе с куратором я как-то по-другому стала видеть свою ценность. И благодаря этому за это время, за два месяца резервала еще два классных проекта на работе, к которым бы даже не подступилось, потому что, ну, это не мое, не надо, не нужно. А получила такой нереальный кайф и заряд. И в итоге предложили еще возглавить офис в Питере, пока я тут тусила, вроде как отдыхала и проходила КМБ. Так получилось. Но это я еще думаю над этим. Но в целом ощущение, самоощущение, вот эти новые практики, привычки, более спокойный, наверное, взгляд на себя, на свою жизнь, вот без вот этих вот волн. Что там по кусочкам взяла, там по кусочкам что-то сделала. Все это бессистемно. Смотришь потом и думаешь, а что я вообще хотела? А куда я вообще иду? Никакой дорожной карты. Сейчас все это в какой-то матрице, в таблице. И понимаешь, что система – это неплохо. Раньше мне казалось, что надо жить эмоциями, чувствами. Мы один день живем, один раз, точнее, живем. Нафига вот это все, мозги себе компостировать. Нормально, нужно их себе иногда прокомпостировать, чтобы качество этой жизни было совсем иное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!